МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас. В мэрии Улан-Удэ начались обыски. Очевидцы связывают следственные действия с делом Толстоухова. Почти как в тумане. Жители поселка Аэропорт уже второй день страдают от смога. На самом высоком уровне в Бурятии отпраздновали юбилей Института Пандида Хамболамы. Среди почетных гостей – маэстро Владимир Спиваков и ректор Буддийского университета при Гомандацани. Сегодня понедельник, 29 сентября. Вы смотрите новости на канале АТВ. С вами Наталья Окладникова. В конце рабочего дня мы готовы рассказать, что нового произошло в городе. Начнем с картины дня. Очередная трагедия в новостроке 47-го квартала. Сегодня ночью двое мужчин выпали с балкона 6-го этажа. Информация, которую выдают следственные органы, достаточно скудная. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови у погибших. По нашей информации, причиной трагедии, возможно, стало некачественное балконное перекрытие. Напомню, несколько месяцев назад с балкона этого же дома выпала молодая девушка, которая тоже скачалась. В эти выходные буддисты Бурятии отметили юбилей Института Пандито Хамболамы. Для любителей спортивных соревнований на ипподроме Иволгинского дацана были организованы конные скачки Мори Орилдан и соревнования лучших лучников и борцов Бурятии. Гостями праздника стали священнослужители из Монголии, Тибета, Индии и регионов России. Скандальная звезда в Тункинском районе, король отечественного гламура Сергей Зверев на выходных посетил Бурятию. Оказывается, известный шоумен родился в селе Гужиры, а позже переехал в Култук. Свой приезд на малую родину Сергей не афишировал, но когда о визите стало известно, с радостью принял предложение пообщаться с сельчанами. Что думает о встрече Сергей Зверев, неизвестно, но тункинцы остались довольны. Говорят, сплошные положительные эмоции и неграмма звездной болезни. И начнем со срочного сообщения из коридоров власти. В мэрии Улан-Удэ начались обыски. Как сообщает Байкал-Дейли, следователи проводят обыски на третьем этаже администрации, в крыле, где находится городской совет депутатов. Работы идут последовательно во всех кабинетах. В частности, только что завершили следственные действия в кабинете руководителя пресс-службы города Елены Капустиной. Сотрудники администрации от комментариев пока воздерживаются, однако, по неофициальным данным, обыски связаны с делом Александра Толстоухова. Его фамилия звучит в коридорах мэрии. Напомню, Александр Толстоухов был главным оппонентом мэра Александра Голкова на 6-м избирательном округе. Толстоухов скончался накануне выборов 13 сентября. По данному факту, было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Жители Советского района задыхаются в дыму уже вторые сутки неподалеку от поселка аэропорт. В местности Мухина горит сухая трава и камыш. Из-за этого жители не могут открыть окна. Плюс ко всему, из-за плохой видимости автолюбители вынуждены двигаться с ограниченной скоростью. Специалисты управления МЧС обещают ликвидировать возгорание и уверяют, что опасности населенным пунктам нет. Сейчас уже практически пожар, можно сказать, локализован. Сегодня, надеюсь, потушим. Единственное, что у нас представляло сложность этого пожара, то горение происходило травы, камыша на болотистой местности. Соответственно, пожарная техника пройти не могла. И производилось окарауливание и протушивание по кромке. Причина возникновения пожара неизвестна. Площадь, охваченная огнем, составила 800 метров. Сейчас очаг возгорания сместился ближе к сельскому поселению Нижняя Иволга. На месте работают городские пожарные службы. Также задействованы и расчеты Иволгинского района. Однако смок, запах гари – это далеко не все проблемы жителей поселка аэропорт. К нам в редакцию обратился житель поселка Мухина. Мужчина возмущен действиями своих соседей, которые выбрасывают мусор, как говорится, не отходя от кассы. На кадрах видно, что степь вблизи взлетной полосы постепенно превращается в настоящую свалку. Кто-то должен за этим следить, возмущается мужчина. Что ж, наверное, в администрации Иволгинского района этот мусор попросту не замечают. В отличие от иволгинских коллег, администрация города про наличие большого количества мусора в городе знает. Только решать эту проблему они собираются оригинальным способом. Каким, расскажет Владимир Банчиков. Время рубрики «Официоз». Здравствуйте. На сайте администрации города Лануде появился прелюбопытнейший документ, посвященный месячнику чистоты. В нем сети-менеджер Евгений Пронкинов призывает управляющие компании, ТОСы, ТСЖ привлечь нас с вами, то есть население, к выполнению следующих видов работ. Очистку подвалов и чердаков зданий, осушение затопленных подвалов, очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, приведение в порядок контейнерных площадок для сбора отходов, побелка, покраска, устройство, ремонт ограждения и водонепроницаемого покрытия. Приведение в порядок дворовых помойниц и туалетов, обрезку деревьев на обслуживаемой территории. Не за что деньги платят. Генерал, весь в бабушку. Вот течь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена. Музыка Музыка У великого, на мой взгляд, Жванецкого есть замечательная короткая фраза. А в это время наши пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. На этом все. ДТП в самом центре города. Сегодня, в разгар рабочего дня, на перекрестке улиц Барсоева и проспекта 50-летия октября, произошла авария. Водитель Тойоты Марк 2 подрезал Тойоту Ист, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение. Однако, водитель автомобиля Марк 2 виновным себя не считает и утверждает, что просто уходил от столкновения. Поехали на зеленый, два ряда, вот моя машина и вот эта машина ехали, два ряда, на зеленый, справа выскакивает колдина. И все, подрезает меня. Мне, чтобы уйти от удара, пришлось влево уйти, вот сзади машины. Он на меня налетает с левой стороны, я не могу ничего сделать. Тащит сюда прямо в ограждение. Но мы-то с ним прямо ехали, это не знает, кто бы это вывернул. Авария на некоторое время парализовала движение трамваев. В связи с этим виновнику ДТП предстоит выплатить неустойку за простой электротранспорт. Госавтоинспекция определит, кто стал виновником. Возможно, в этом помогут видеокамеры, которые здесь установлены в большом количестве. Пенсионеры из Бурятии стали призерами чемпионата России по многоборью. Нашим землякам составили конкуренцию более 100 человек из 65 регионов. Но прежде чем попасть в финал, который проходил в Москве Файме Рымаревой и Николаю Тумурееву, пришлось пройти жесткий отбор на уровне республики. На днях участники вернулись домой с почетным третьим местом в номинации «Владение программой». Пенсионеры с уверенным счетом, причем ввели с разрывом 4 балла где-то. В конце концов, в 18-16 мы победили. Там были задания очные, знания Ворда, знания поисковой системы Яндекс, знания портала Госуслуг и работа на сайте Сбербанка. Когда не знаешь, что будет, это очень сложно найти. А когда вот сейчас немножко представляешь, мы уже можем правильно готовиться. Даже вот будет на будущий год у нас конкурс или не будет, я с удовольствием расскажу тем, кто... пробьется. Эти соревнования приурочены к Международному дню пожилого человека. Кстати, 1 октября в Бурятском драматическом театре пройдет торжественный вечер, а в Национальном музее состоится День открытых дверей. Пенсионеры смогут посетить любую выставку бесплатно. Улан-Удэ может стать местом для заключительных сборов российских легкоатлетов перед чемпионатом мира 2015, который пройдет в Пекине. О том, что Улан-Удэ может стать центром подготовки спортсменов, впервые стало известно еще в мае. Однако окончательное решение тренеры не приняли до сих пор. Напомню, что столица республики привлекла наставников легкоатлетов своим сходством географическими и климатическими условиями с Пекином. Для того, чтобы определиться, делегация российской сборной еще раз посетила Улан-Удэ. Мы бы хотели более внимательно посмотреть первую логистику, возможность доставки сборной команды из Улан-Удэ в Пекин и возврат спортсменов и тренеров в Россию по окончании чемпионата. И рассмотреть все, что касается, все аспекты пребывания команды проживания, питания и также организации мест проведения тренировок. Мы хотим выбрать действительно лучшее место для того, чтобы без срывов нормально на высоком уровне провести это мероприятие. Окончательное решение республика ожидает получить в ноябре. В случае, если сборы все же будут проходить в Улан-Удэ, Бурятия должна будет встретить более ста человек. Добавлю, что у Бурятии есть конкуренты. Это Иркутск и Владивосток. Стрелок из Бурятии завоевал сразу две медали на первенстве мира в Испании. Вячеслав Перелыгин, восходящая звезда бурятского спорта, завоевал бронзу в командном зачете и показал отличный результат в упражнении спортивный малокалиберный пистолет на дистанции 25 метров. Чтобы попасть в сборную России, и 19-летнему юноше пришлось пройти строгий отбор. Он стал лучшим на первенстве и Кубке России. Стреляли мы, получается, три упражнения. Одно олимпийское и два неолимпийских. У меня стрельба не совсем получилась, как я планировал. Я был готов на высокий, более высший результат, но не получилось не все. Не хватило, я думаю, опыта. Первое место у Китая, второе у сборной Кореи. По словам Вячеслава, уровень китайских спортсменов просто поражает. На этих соревнованиях китайцы установили мировой рекорд. Тысячи гостей, музыка, маэстро, скачки и подношения Хамбо-Ламе и Тигелову. В Бурятии отпраздновали 250-летие со дня основания института пандита Хамбо-Ламы. На торжествах побывала Надежда Хлыстова. Ей слово. 250 лет назад Екатерина II учредила институт пандита Хамбо-Ламы. С этого момента у буддистов начала формироваться единая религиозная организация с самостоятельным управлением и собственной духовной властью. Первым пандита Хамбо-Ламой стал Дамба Даржа Азаяев. До наших времен роль духовных лидеров выполняли 24 священнослужителя. Безусловно, один из ярчайших представителей Даши Даржо и Тигилов. Ровно 12 лет назад его тело было поднято с места его обиталища, где он пребывал последние 70 лет. В честь этих двух событий в Ивалгинском Датсане состоялась научно-практическая конференция. Более тысячи гостей прибыли из Индии, Тибета, Монголии, регионов России. Предственные телеграммы направили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Уверен, что российские буддисты будут и предносить весомый вклад в укрепление межконфессионального диалога, взаимопонимания, добросовестных отношений народа в нашей многонациональной стране. Желаю вам и буддистской традиционной Сангхи России счастья, благополучия и просветания. Запоминающимся стало выступление представителя из Тибета. Главе Сангхи он подарил пачку печенья с пожеланиями долгой жизни. А всех присутствующих мирян он благословил и пожелал удачи. Здравствуйте, Сангхи. Все мы знаем о глубоком исторической связи Монголии, Тибета и Бурятии. Я очень рад, что в России буддизм возрождается, предстоит и совершенствуется. Я думаю, в будущем буддисты России станут примером для всего мира. Не менее ярким стало выступление доктора богословия из Индии, который отметил, что хамбо-лама в переводе означает «знаток», «человек, сведущий во всем». Сегодня здесь собрались последователи Будды и его учения. Я поздравляю и радуюсь вам всем. Мы должны идти по его пути. Хамбо-лама в переводе – «знающий». Это человек, который должен обладать грамотной речью, умеющий выстраивать логические цепочки, знать все о здоровье, блестяще владеть буддистской доктриной. Всем вам процветания и прогресса в вашем нелегком деле. В конференции приняли участие ученые из ведущих университетов России, которые отметили особый талант и дальновидности Екатерины Второй. Екатерина – вообще моя самая любимая историческая героиня. Она просто удивительная. Республиканец на троне, как она сама себя называла. Она очень хотела отменить крепостное право. Она старалась, чтобы народы, которые живут в этой империи, чувствовали себя хорошо, в том числе и в духовном плане, исповедуя свои религии. Настоящим подарком для буддистов стало создание виртуального ресурса. Это совместный проект Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга и Национального музея имени Хангалова. У буддизма в Петербурге очень сильные традиции. И в коллекциях нашего музея буддизм, причем именно бурятский, представлен очень широко, изумительными совершенно экспонатами. Поскольку мы много лет сотрудничаем, очень тесно дружим с Национальным музеем Бурятии, поэтому нам захотелось сделать вот такой подарок. С виртуальными ресурсами можно будет ознакомиться в Волгинском дацане и музее имени Хангалова. Дневники, исследования, рукописные о богинском дацане. То есть, в общем, уникальный такой материал, архивный материал, который можно будет уже просто вот прийти и посмотреть. Для многих мирян это настоящий праздник. Многие проделали большой путь, чтобы засвидетельствовать свое уважение к институту пандита Хамбол Амы. Мы точно так же верим, может, даже круче верим, потому что мы далеко, мы в природе, мы с природы слитые, а вот буддизм, я всегда считаю, что он природная какая-то такая вера. Ну и желаю, чтобы, конечно, вот эта вот река буддизма окутывала всю землю теплом, согревала людей, давала надежду. После конференции гости отправились в театр оперы и балета, где свое уважение засвидетельствовали заместитель министра культуры России и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Убежден, что только объединяем наши усилия, нам не дастся добиться ожидаемого результата. Ведь наша общая цель – это оказать содействие духовно-нравственному развитию личности. В этот день было много подарков, в том числе концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Прозвучали произведения Рахманинова. Зал буквально не дышал. Для многих музыка оказала медитативное воздействие. По словам Хамбу-Ламы, выступление оркестра на него оказало неизгладимое впечатление. Закрывая глаза, он представлял природу Бурятии. Сам того не ожидая, он увидел и подарок, который вручит ему маэстро. Мы были счастливы все эти дни в Бурятии играть перед замечательным бурятским слушателем. И от себя лично, в честь вашего прекрасного праздника, мне захотелось подарить вам лик великого года. Пока ваша музыка звучала, вот это внутреннее воззрение у меня все время со мной было. И я видел эту картину. Я не обладаю талантом продвижать музыку, но у меня есть качество, как у буддиста любого, видеть внутренний свой мир. Спасибо вам за ту картину, которую вы нам не дали возможность увидеть. Спасибо вам большое. Буддисты Бурятии подарили Владимиру Спивакову копию работы Даши Намдакова. На следующий день праздничные мероприятия продолжились в Иволгинском Датсане. Буддисты молились за процветание Бурятии, за мир и гармонию во всем мире. Тысяча лампад возвещали о празднике, который объединил всех буддистов с надеждой на мир и благоденствие. Надежда Хлыстова, Алдар Дамбаев, Евгений Козлов. Первая альтернативная. Это была последняя информация выпуска. Наши материалы вы можете посмотреть на сайте www.bicaldefis.atv.ru Предлагайте свои темы по номеру 454309. У меня на этом все. Желаю вам хорошего начала рабочей недели. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова